Сейчас можно видеть в прямом эфире больших шейхов. Я иногда говорю, что в свое время были такие шейхи, как Суфьян Ат-Саури, и они сожалели от тех, кто уже ушел из жизни. Потом Аллах дал нам шейхов Ибн База, Ибн Усеймина, Шейха Аль-Альбани, Ибн Гудаяна, Ибн Джибрина и других больших ученых. И у нас будет другое поколение, которое скажет, где те ученые? Я скажу, что современные шейхи, например, шейх Мухаммад Хассан, это милость от нашего Господа, и прошу Аллаха, чтобы вы принесли большую пользу. Итак, развитие и самосовершенствование человека. Извиняюсь, не знаю, как правильно сформулировать вопрос. Мы можем встретить брата, который скажет, не слушай того, не слушай этого. Должен ли человек слушать одного шейха? Что вы можете сказать по этому поводу? Знаешь, у этого явления есть две причины. И первая причина — это невежество. Вторая причина — причудо и каприз. Да. Что касается невежества, то это связано со знанием. Так как если бы этот человек, который говорит эти слова, узнал о них и об этих поступках с научной точки зрения, узнал бы научные доводы относительно своих слов, то увидел бы, что сильно ошибается. Также, если бы он исследовал сущность своих высказываний изнутри своего сердца, то обнаружил бы, что его желание и прихоть побудили его так говорить. Именно невежество, и есть та причина этого возбуждения, когда он говорит, «Остерегайся слушать такого-то шейха или ходить к такому-то». Ага, такой-то шейх бедаатчик. И, к сожалению, такие люди отбили у многих наших братьев охоту учиться, у достойных людей, по причине этих ложных утверждений и заявлений. Помощь твоему брату, проповеднику, это помощь тебе самому. Конечно. Вот смотри, шейх Мухаммад, да сохрани тебя, Аллах. Некоторые наши братья думают, что они одни должны поднимать знамя. И сердце такого человека не потерпит, чтобы в сфере его деятельности были другие, достойные люди. Настоящие ученые. Если это так, то это указывает на его низменное желание и прихоть, а также на невежество и отсутствие знаний. Это надо убирать путем знания, беспристрастности и искренности по отношению к Всевышнему Аллаху, путем цели, о которой упоминал шейх. И эта цель – помощь религии, несение заботы об этой религии. Я, наоборот, чувствую переполняющую меня радость. Клянусь Аллахом, я искренне буду делать дуа Аллаху, если я увижу шейха Якуба или шейха Абу-Исхака на экране телевизора, когда ему сопутствуют успех и правильность. Я подниму руки и сделаю дуа Аллаху, чтобы он увеличил их правильность и благоразумие. Сфера ислама, я говорю о реальном мире, очень широка, при условии, что все согласовано с Кораном и Сунной. Почему бы мне не сотрудничать с шейхом Абу-Аля или шейхом Абу-Исхаком? Субханаллах, наша умма в целом сегодня нуждается, особенно в беспристрастности, и в этом нуждаются те, кто работает на поприще даавата.